Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов, теплица социальных технологий и Change.org. Итак, мы рассмотрели разные тактики продвижения компании. На самом деле все они существуют не сами по себе, то есть не самоценные, а направлены на то, чтобы получить реакцию от адресата. Адресат не обязан реагировать на вашу петицию и только громкая общественная компания может заставить его, что называется, пошевелиться. Давайте теперь посмотрим на адресата, вот прямо с самого начала, на что важно обратить внимание в работе с адресатом. Мы уже не раз говорили о том, что очень важно правильно выбрать адресата вашей петиции. Чаще всего авторы петиции не знают сразу, кто же их адресат, потому что ведомства и организации часто имеют сложную и запутанную структуру. Что интересно, примерно 70% петиции на Change.org направлены не тем адресатом. Вот что можно сделать, чтобы разобраться. Сделайте небольшое исследование в интернете. Какие именно министерства, департаменты, конкретные люди внутри министерств или частных компаний способны повлиять на вашу проблему. В случае госорганов изучите ведомства на всех уровнях – местном, региональном и федеральном. Лучше всего выбрать конкретного человека, кто мог бы напрямую решить вашу проблему. Подумайте, действительно ли адресатом должен быть глава государства, как мы часто видим на платформе. Вместо высокопоставленных представителей власти почти во всех случаях более эффективно направлять свои петиции людям, у которых есть соответствующие полномочия. Адресатов может быть несколько, но лучше всего ограничиться одним, чтобы ответственность за решение вопроса не распылялась. А если вы все еще сомневаетесь, спросите ваших подписантов. Тут у нас в панели управления петициями есть возможность добавить электронную почту адресата. Ее бы хорошо найти и добавить, и тогда система ChangeOrg автоматически отправит ему оповещение о существующей петиции с приглашением ответить на платформе. На многих это действует отрезвляюще, поверьте. Кроме того, как я уже говорил, если какой-то госорган или крупная коммерческая структура зарегистрирована на ChangeOrg, а их, кстати, немало, им также придет оповещение. И вам даже не придется искать контактные данные. Просто выбирайте из поля автозаполнения, но в любом случае это не исключает вашего участия в общении с адресатом. Та Вова адресаты часто отвечают на платформе. Среди зарегистрированных адресатов Минприроды, МЧС, Минздрав, губернаторы, депутаты Госдумы, Яндекс, Сбербанк и Банк Тинькофф. Но кроме того, часто адресаты реагируют на петиции через СМИ, когда у них просят комментарий, или в своих соцсетях. Поэтому очень важно следить за новостями по вашему вопросу и соцсетями ваших адресатов. Вот, например, это мне скинули сотрудники ChangeOrg. Это азбука вкуса. Сеть супермаркетов после создания петиции с просьбой отказаться от продажи игрушек из натурального меха провела сначала опрос у себя в соцсетях и после того, как большинство пользователей проголосовали за отказ, удовлетворило требования петиции. Сотрудники фонда защиты городских животных, авторы петиции, сделали обновление, в котором призвали свое сообщество поучаствовать в опросе и добиться необходимого результата. Азбука отреагировала и отказалась от продаж. А что делать, если отреагировали, но не отказались? Ну, в смысле, что делать, если ответили и вообще идут на контакты, крайне доброжелательные, но делать ничего не хотят. Да, фонд защиты городских животных так и сделал. Они через обновление попросили подписантов принять участие в опросе азбуки. Но отвечая на твой вопрос, Вова, что делать, если реакция адресата есть, а решения нет? Короткий ответ – продолжать компанию и не сдаваться. Например, Минздрав ответил на платформе на петицию Марины Десяцкой за восстановление на работе команды детских трансплантологов. Но проблема не решилась. Марина в ответ сразу же опубликовала обновление со своими комментариями к каждому пункту ответа от ведомства и продолжила компанию вплоть до победы. Еще важно напомнить, чтобы вам не просто ответили, а внимательно разобрались с вашей ситуацией, лучше применить несколько способов обращения к адресату, о которых мы уже говорили ранее. Вы можете массово обратиться к адресату по почте или через интернет-приемную, организовать акцию звонков, обратиться к адресату в СМИ или даже договориться о встрече и передать петицию. Помните, что как и к интервью журналистам, к такой встрече надо заранее подготовиться. Встреча с адресатом – это переговор. Поэтому заранее решите, на какие условия вы готовы пойти, а что для вас неприемлемо. Будьте готовы выслушать встречные предложения. Вашим дополнительным аргументом могут быть подписи под вашей петицией. Вы можете их распечатать или записать на флешку и принести с собой. К сожалению, даже это может быть не последним этапом работы с петицией. Хотя кажется, что добиться аудиенции с каким-нибудь министром – это нереально. На самом деле реально, но даже это может быть еще не конец. Как показывает опыт Change.org, вам предстоит испробовать разные способы, чтобы наладить диалог с адресатом. Это, конечно, трудный путь, но очень интересный и увлекательный.